В эфире рубрика интервью, я Александр Дьяконов. Здравствуйте. Сегодня гость в нашей студии, глава Усть-Абаканского района Елена Егорова. Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Я знаю, что совсем недавно вы прибыли со столицы нашей Родины. Там прошел форум женского движения «Единой России». Какое участие вы там приняли и почему стали куратором по республике Хакасия? Почему куратором? Ну, во-первых, я являюсь, наверное, членом «Единой России» более 15 лет уже. Являюсь секретарем местного отделения Усть-Абаканского района, то есть по республике Хакасия с 2016 года. Так сложилось, что вот этот новый проект, который по всей России запущен, он запущен с прошлого года, у нас он начал работу в этом году, и мне просто в партии предложили. Предложили, я расцениваю это как определенное доверие, да, наверное, может быть, мой опыт уже, опыт в партийной дисциплине, да, вот в партийном, то есть в самой партии, опыт, наверное, на политической арене в том числе, опыт работы, я же работала еще в образовательном учреждении, то есть долгие годы, то есть вот как бы вот этот опыт работы, наверное, мне помог принять такое решение, но и для меня это, в первую очередь, доверие. Из каких регионов там были представители? И совпала ли ваша деятельность вот здесь, чем вы занимаетесь в регионе, да, с деятельностью ваших коллег в других регионах? После этого форума есть понимание, что определенные мероприятия, которые мы здесь делаем, да, они совпадают, да, те интересы, и что делаем мы, совпадает с тем, что на повестке федеральной. В прошлом году, именно в конце декабря, 29 декабря 2022 года, родилось распоряжение по приняли национальную стратегию действия в интересах женщин. Сейчас ее приняли, организуется координационный совет на уровне Российской Федерации, причем и составляется некий план и предложение в эту стратегию. Как раз эта стратегия, ну, как бы в параллели идет с целями и задачами вот этого женского движения «Единой России». И сейчас наша задача, чтобы те планы, которые мы наметим, которые предложения, они уже реализовывались на местах, не для галочки, а работали. И сейчас такие стратегии и координационные советы и планы будут по регионам. Причем это консолидация органов власти федеральных, региональных и на местах. То есть это очень важно. Наша задача войти в этот координационный совет, ну, в частности, я точно попытаюсь туда войти при Республике Хакаси, потому что это будет при правительстве организован такой координационный совет. И постараемся, чтобы очень многие наши женщины, вот члены уже движения, женского движения «Единой России» в регионе, точно так же вошли со своими предложениями. Очень много проектов, и в территориях они уже работают, людям о людях. Хороший проект. У нас очень много, будем говорить, тех действий, тех мероприятий, которые проводят у нас женщины с разных сфер, в разных направлениях, но о них мало знают. Точно так же вот в этом общественном проекте, то есть в общественном направлении, проект «Клуб женщин», который будет создан при центрах занятости, причем это федеральная повестка. И сейчас в многих регионах уже это создано. Я сейчас хочу вот на это обратить внимание и точно так же проработать этот вопрос, а как это будет работать у нас. Не просто это для галочки, знаете, пришли, посидели там и так далее, а вот посмотреть, как это работает в других территориях. Это важно, чтобы не изобретать велосипед. И второй момент, основная цель – это не только площадка и какой-то разговор, а должна быть реальная помощь. Наверное, психологическая, наверное, в устройстве где-то на работу, может быть, куда-то не могут женщины прийти. И важно, чтобы это был тоже координатор, куратор вот именно этого направления, как я понимаю, у нас в регионе, но тот, который может помочь, который может сорганизовать. И сейчас очень, ну вот что у нас в планах, это как раз по определенным направлениям закрепить таких женщин, которые, а, изъявят в первую очередь сами желания и будут сорганизовывать вокруг себя, ну, так будем говорить, те, кто в этом нуждается и кто интересен, и кто может это сделать. Еще одно направление, тоже, на мой взгляд, очень важное – это, конечно же, гуманитарная миссия. То есть очень важная, потому что, ну, женщины и начали с этого. Здесь, конечно же, и патриотическое воспитание, здесь, конечно же, и помощь семьям и самим военнослужащим. Я знаю, что вы посетили военный госпиталь в Москве. Как там наши парни? Я, знаете, вот у меня такое впечатление, я думала, что, ну, вот мы поехали втроем, думали, что пустят только, ну, меня одну. Но я очень рада, что пошли навстречу и пропустили нас всех втроем, и мы не только к нашим ребятам, но по этическим причинам я не могу назвать ни их имена, ни с какой они территории. Знаете, очень хотелось поднять, вот так чисто по-матерински обнять, чего мы сделали, вот, ну, всех, кого мы обошли. Мы обошли очень много, там, несколько палат, и вот часа три мы находились в госпитале, в военном госпитале имени Бурденко. Быстро собирали письма. Ребят вот из школ, допустим, из Усебаканского района успели, из Алтайского района. Письма. И Алтайский район сделали, знаете, такие обереги. И ребята, когда мы им принесли и раздавали, вот, знаете, вот это настолько, вот так чувствовалось тепло, и это важно. И они письма даже, когда мы письма раздали, они сразу их начинали читать. Причем мы на форуме сказали, что мы завтра идем. Ну, вот так договорились. И женщины говорят, вы передайте от нас от всех привет. Заходили. Боевой настрой. Ребята не унывают. И мы когда зашли, у нас Татьяна Павловна Рикинина, она учитель русского языка, читала стихи. Мы с представлением читали стихи ребятам. Они рассказывали о своих семьях. Они рассказывали, они не рассказывали как там. Они рассказывали о жизни. Это очень важно. Мы проговорили про детей, мы говорили о кадетских классах. Я не знаю, потому что у одного из военнослужащих, там, дочка в кадет, говорит, как я не могу туда не пойти? Я должен защищать своих женщин. Вот такие слова. Вот это дорогого стоит. Каждый хотел поделиться чем-то вот своим. И вот так как-то по-матерински, как-то вот, знаете, это было, ну, я думаю, что мы в хорошем смысле, вот, знаете, выполнили какой-то долг тот, который должны. И я думаю, что при любом удобном случае я буду посещать этот госпиталь вот в Москве. Тем более, слава богу, есть такая возможность. И это очень важно. Когда не просто родственники приезжают, когда приезжают просто представители администрации, представители, вот, находясь, это надо делать. Для солдат, вот, для наших ребят это очень важно. И поднять вот этот вот боевой дух. Я думаю, что у нас получилось. Мы как-то хотели согреть, поднять настроение. Ну, и вот, я не знаю, чисто по-матерински, по-женски передать от всех привет. И вот они очень переживают. И я думаю, что вот после такого настроя, когда я увидела, кто защищает наш мир, нас, женщин в том числе, и победа будет за нами. Это даже не обсуждается. То есть, вот, как-то это здорово. И знаете, я очень благодарна, вот, хочу сказать это в эфире, о том, что нам помогли региональный комитет семей воинов здесь, когда военный госпиталь. И, конечно же, наше региональное отделение, партия «Единая Россия». Мы прекрасно знаем, что Сергей Михайлович у нас находится на территории, вот, за ленточкой. И что, вот, передавали большой привет, как сказать, и ребятам, и заряжали вот этот вот дух. А это важно, когда показывать своим примером. Елена, вы действительно заряжаете. Я думаю, телезрительницы, которые посмотрят это интервью, захотят присоединиться. Как это сделать? Обязательно через «Единую Россию» мы дадим полностью контактные данные. Мы уже создали чат, будем говорить так, в телеграм-канале, где кураторы, которые на территориях уже работают и уже начинают движение, ну, как бы внутри. Сейчас это будет общедоступно. Спасибо вам за то, что вы делаете. Я думаю, к вам обязательно потянутся люди. Хорошего дня. Спасибо и вам.